Сегодня в Москве открылась 28-я международная выставка Prodexpo 2021. Свои экспозиции на ней представили и предприятия Чуваши. Из Москвы репортаж моих коллег Татьяны Молоковой и Павла Рядкова. Несмотря на сложную обстановку в мире, выставка получилась представительной и масштабной. Свою продукцию на огромной территории экспоцентра выставили более полутора тысяч предприятий из более чем 70 стран. Напитки и продукты на каждый день, здоровое и спортивное питание, еда для верующих. Многообразие предложений поражает. Prodexpo – крупнейшая международная выставка продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе. Именно к форуму некоторые производители специально готовят запуск новых торговых марок и брендов. Новинки занимают 14% всей экспозиции. На выставку всегда везут самые лучшие, самые передовые, самые новые. И вот все это можно здесь посмотреть на выставке. Конечно, посмотрев, все это можно и потом спроецировать у себя, на своем предприятии. Польза огромная для всех. И тем более, когда наше предприятие участвует, они становятся узнаваемыми в России и в мире. Возможности нашей республики представили 9 предприятий. В ассортименте демонстрируемой продукции, кондитерские изделия, мясная и молочная продукция, мороженое и выпечка. Подтвердят многие, скажут, что выставка эффективна. В этом году, несмотря на разные ограничения, на пандемию, все равно посетители есть. Контакты свежие, новые контакты. Мы надеемся, новые будут заключены. Подобные выставки – это обмен опытом, поиск интересных идей, новые партнеры и новые рынки сбыта. Наша компания ежегодно увеличивает объемы продаж. Соответственно, мы тоже пытаемся попасть на рынок города Москвы. Цель нашей выставки – чтобы попасть сюда с брендом. Так как мы в данном сегменте постоянно пытаемся, общаемся с сетями. И от выставки хотим получить результат положительный для того, чтобы сети нас увидели местные и завели нас в свои торговые точки. В этом году в выставке Prodexpo принимают участие представители продовольственного бизнеса многих стран – Бразилии, Сербии, Италии, Шри-Ланки и других. Для республики это возможность расширить границы экспорта. Она продвигается как национальный бренд. Например, благодаря многолетней работе в Москве уже практически любая картошка воспринимается как чувашская. То есть вкусная чувашская картошка является брендом чуваши. Вот кондитерскую продукцию мы видим замечательную, одну из лучших в стране. И основная особенность этой фабрики, что они работают по всему миру. Несмотря на ограничительные меры, в России собрали рекордный урожай. Индекс производства сельскохозяйственной продукции вырос более чем на 5%. И впервые за многие годы экспорт превысил импорт. Значительная доля в этом достижении и предприятий – чуваши. Если мы говорим, что надо экспортировать чувашский продукт, чувашскую продукцию, да, это как раз та площадка, где можно встретиться с представителями разных стран более авторитетного форума, где представлены предприятия пищевой перерабатывающей отрасли. Это продукты, питание, напитки. Я бы сказал, на территории страны, наверное, и нет. Помимо конкурсов и дегустаций, в рамках форума состоялись круглые столы и семинары. Ключевые темы – анализ рынка продовольствия, как на него повлияла пандемия. Отдельное внимание – производство органических продуктов в России. Татьяна Молокова, Павел Иритков, Республика из Москвы.